День добрый! Сегодня у нас про уважение к самому себе, к нашему ремеслу и что с этим делать. В общем, бывают ситуации, заказчики у нас разные бывают, а некоторые заказчиков несет, они бывают, ну не уважают наш труд, наши работы. У меня такого было много, так как все знают, что у меня очень дорогие работы я занимаюсь, творчеством. И люди бывают просто хамят за гранью разумного. Допустим, они могут сказать, что ваша работа там гэ, ужас, дерьмо. Я согласен, не вопрос, это ваше личное мнение, но когда люди переходят какие-то границы, ну извините меня, я говорю, я могу вам что предложить? Могу поторговаться, могу поменяться, могу все ваши услышать замечания и что-то изменить. Я это могу, а вы кроме крика, шума и оскорблений, вы ничего не можете и так далее и тому подобное. Там спрашивают, а чего у тебя такие дорогие работы? Я говорю, понимаете, мир большой, он состоит из пяти континентов, и люди все разные. Росроид же покупают, да? Ну как людям объясни? Это к тому, что вы цените свой труд и уважаете свои работы. Сейчас вот я вам покажу пример тоже у меня у товарища. То есть я говорю, цените, цените свой труд. Вы не рабы, вы когда это поймете? Вы люди, которые творят, они делают что-то своими руками. У них, допустим, где-то, знаете, они денег там добыли, непонятно, на них упала эта сумма. Они там, их сумма обычно сносит. А когда люди вот понимающие, они приходят всегда с уважением к нам, понимаете? Потому что им будут делать красоту. Это надо понимать. В общем, смотрите. Всем счастья, добра, здоровья. Берегите себя. Шабалин Дизайн. Смотрите. Вот эти птички, вы не достойны получать предмет уважения. И они будут ржаветь дальше. Вы понимаете, о чем идет речь, а? Ирина Викторовна. Не буду еще для вас делать никогда. Для всех олигархов. И вот так они будут берить до тех пор, пока вы не перемените свое отношение к мастеровым. Все птички ваши на помойке металлов. Точка.